Как спиртное влияет на занятие эзотерикой? Стоит ли исключать его полностью? Я считаю, что у человека происходит разрыв сердечной чакры, когда человек принимает алкоголь. Дело в том, что мы таким образом обманываем свою душу. Когда человек пьет, то ему кажется, что он счастлив. А когда человек... Таким образом душа начинает радоваться. А на второй день, когда человеку становится плохо, то душа наказывает за то, что человек обманывал себя. То есть душа думает, что это он сознанием воспринимает мир как радостный мир. И поэтому человеку хорошо. А на самом деле это из-за алкоголя он радостный мир воспринимал. Поэтому на второй день после алкоголя у человека скребутся кошки, и ему плохо, и у него какие-то драматические элементы. Вообще я хочу сказать, что алкоголь в безумно низких количествах, то есть до 3% в жидкости, до 2% в жидкости, до 3% очень полезен. Вспомним Ниши. Ниши, да. Вспомним Ниши, который в свое время сказал о том, что человек, он имеет три элемента. Это его организм функционирует по трем элементам метаболизма. Это метаболизм алкогольный, метаболизм солевой и метаболизм кетоновый. И вот он говорил, что для человека очень важно, чтобы присутствовал метаболизм алкогольный. И именно он говорил, что если человек очень поправляется, не может сбросить вес, если у человека развивается сахарный диабет второго типа, заболевания сосудов на ногах, то человеку необходимо увеличить количество употребляемого алкоголя. И он советовал это делать так. Он говорил, что возьмите обычный спирт хорошего качества или алкоголь хорошего качества и разведите его так, чтобы был 1-2% в литре воды. Выпейте на протяжении дня этот литр воды, заметно похудеете и лучше будете чувствовать себя. Поэтому такой алкоголь, который не вставляет, он полезный. Алкоголь, который мы принимаем, это обычно удар в печень, а печень связана с паранормальными способностями. Чем хуже работает печень, тем хуже способности. Если у человека очень больная печень, он богатым не сможет становиться. Если у человека больная печень, он в дальнейшем будет иметь проблемы с глазами, с агрессией, будет расстраиваться очень сильно. Очень часто я говорю, что печень связана с нашим психическим состоянием. Поэтому очищение печени, поэтому поддержка печени, это обычно дает нам возможности быть и моложе, и красивее и так далее. Поэтому храните печень, дольше будете молодыми.